Суздальцы большого интереса к приезду лишь директоров департаментов без главы региона не проявили. Зал городского ДК едва заполнился наполовину. Первым к трибуне на отчет перед населением ситименеджер Суздаля Александр Разов вызвал замдиректора департамента ЖКХ. Светлана Горшкова как можно доступнее старалась объяснить собравшимся суть реформы пока примонту жилья. Жители, у которых совокупный доход семьи будет меньше, прошу прощения, в общем, доля расходов на плату за содержание ремонта коммунальной услуги и взносно-капитальный ремонт будет меньше регионального стандарта, больше регионального стандарта. Понятно ли было что-то простым людям из слов чиновника, осталось неясным. Но Светлана Горшкова уверила, если кто-то в реформе не разберется и обнаружит в своих счетах весной лишнюю строчку оплаты, то пусть приходит в департамент. Там им все объяснят. Кроме жалоб на сферу ЖКХ, у людей много нареканий на наше здравоохранение. Александр Кирюхин ответ держал. Главный медик области посетовал. С больницей Суздали проблемы. И все из-за неграмотного распределения средств на медучреждения. А этим занималась предыдущая администрация. А вот на такие больницы, как ваши, ФАПы, районные больницы, из средств модернизации пришло всего 15%. А 80% населения приходит за медицинскую помощь именно в больнице, такую, как у Суздальцев. Вопросов по делу главному медику у Суздальцев не возникло. Лишь крик души. Ну почему так происходит? Почему у нас нет кадров? Ну почему нет кадров? Может быть, еще начать из больницы. Может быть, ее привести в соответствующее положение, в соответствующий порядок. Потом, значит, оборудование почему у нас нет? Почему? Александр Кирюхин объяснил, почему. Денег на ремонт мало. При передаче больниц в областное подчинение выяснилось, на их ремонт нужно минимум 4 миллиарда. Потому сразу отремонтировать все не получится. Ну а кадры, как могут, привлекают. Дальше встреча пошла в свободной форме. Люди спрашивали, областные чиновники старались отвечать. Так у директора областного департамента природопользования поинтересовались, как со строительным мусором Суздали быть. Вывозить разрушенный дом людям самим дорого. Алексей Мигачев решение проблемы разъяснил на своем примере. Сгнили стропила туда-сюда. Я разобрал эту крышу, куда я ее делал. Но часть я распилил, в баню топлю. Остальную часть я позвонил в управляющую компанию, которую у нас, наверное, 17, в Багалюбе обслуживает. Сказал, у меня вот такая проблема. Они приехали с бункера, я заплатил вам 2 тысячи за этот бункер. Они погрузились сами, все увезло. Однако ответом областных чиновников некоторые суздальцы остались недовольны. Вам не стройте, как вы, человек! Не надо извинять вас! Саду вас, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь! Саду надо убрать! Не надо, что ты лошу на вашем рюкзе! В роли третийского судья пришлось выступать главе городминистрации Александру Разову. Он бабушкам, которые вывезти мусор не могут, обещал помочь. И не только им. Мы можем оказать помощь бесплатно в предоставлении транспорта. И не надо платить ни две, ни четыре тысячи, чтобы куда-то везти. Это не ваша забота. Вы придите в администрацию, как многие обращаются. И скажите свою проблему. Нам нужно решить вот этот вопрос. И мы вам решили. Решать проблемы людей Александр Разов намерен вместе с главой Суздаля Игорем Кехтером. Правда, градоначальник древнего города за все время встречи не проронил ни слова.